Я скорее согласен с тем, что экономическая политика должна быть более понятной. У нас это сейчас одна из основных проблем о ясности ориентиров, принципов политики, которая будет проводиться в ближайшие годы. Причем влияет не только вся предыдущая история, когда мы были очень зависимы от нефти и должны изменить эту зависимость, уйти от нее. Нужно определиться, как мы от нее будем уходить. Но также сейчас влияет и событие на Украине, и санкции, которые на нас распространяются, и прозвучавшие тезисы о том, что, может быть, нам нужно в чем-то дистанцироваться от западной экономики, может быть, нам нужно сократить валютные расчеты, может быть, нам нужны валютные контроли, ограничения движения капитала ввести и так далее. То есть эти разговоры сейчас существенно действительно подорвали понимание того, что же будет делать правительство, каким принципом оно будет жить, поскольку это влияет на бизнес и на эффективность бизнеса, на инвестиции сюда как иностранцев, так и российские компании, на возможность репатриировать свою выручку, на курс будет влиять. Все элементы вдруг стали неопределенными. Это поэтому сегодня мы ждем от правительства таких более четких сигналов, но даже не только от правительства, но и от президента. Я надеюсь, что завтра мы какие-то эти ответы услышим. Второе. Что является главной нашей проблемой? Бюджет увеличился за примерно 11 лет, с 2000 по 2011 год, в 4 раза в номинальном выражении, точнее в номинальном большее, примерно в 4 раза в 3,9 в реальном выражении. То есть мы стали больше в реальном выражении покупать услуг, инвестировать, создавать других благ в 4. Но не так уж серьезно мы почувствовали это на улучшение качества услуг, здравоохранения, образования. В одной из статей Антон Германов обратил внимание на то, что в 4 раза, в 2 раза увеличилось в реальном выражении строительство дорог, а количество дорог не увеличилось. То есть финансирование было больше, чем мы получили в результате результат. И мне казалось, все-таки дело не в финансах оказалось, финансы оказались не очень эффективными. У нас капитализация, кстати, нашего рынка увеличилась примерно с 2%. От 200 миллиардов долларов до триллион, примерно 300 в пик. То есть мы существенно увеличили капитализацию российской экономики. Активы банков увеличились в десятки раз. То есть их возможность кредитовать экономику. Так а что же получилось? Почему мы не удовлетворены темпами роста, которые были до кризиса примерно 7%? Почему у нас отдельные сектори, такие как мышностроение, не получали достаточной поддержки в виде долгосрочного дешевого кредита? И здесь, вот, например, Сергей Глазик говорит, дело было все-таки не в других проблемах, а все-таки в финансировании. Но я поспорю в чем? В том, что у нас наравне со всеми этими увеличениями финансирования, которые осуществлялись, у нас оказалась эффективность этих расходов и инвестиций очень низкая. Она была, кстати, выше в частном секторе, там, где были частные инвестиции. Но один из тезисов, который прозвучал, говорит о том, что у нас такие большие валютные доходы страны, а мы не можем найти финансирование, и особенно сейчас финансирование каких-то программ реального сектора может расширить государственные инвестиции. Я приведу просто пример. Дело в том, что когда мы получаем валютные доходы, экспортеры российские, компании получают валютные доходы, чтобы дальше осуществлять свою деятельность на территории России, они продают эту валютную выручку. Эта валютная выручка поступает на рынок. И если денежная масса растет в соответствии с потребностями рублевой массы экономики, то при таком увеличении объема в продаже валюты на рынке идет укрепление национальной валюты. У нас когда-то было 30 рублей за доллар, потом было 24. Это укрепление в номинальном выражении национальной валюты. И импорт стал дешевле. Всю эту валютную выручку получали и покупали те, кто завозил импорт. Поэтому все вываливание валюты на рынок приводило к укреплению, приводило к увеличению импорта. И поэтому, если мы в 2000 году импортировали в Россию 50 миллиардов долларов, то в прошлом году импортировали 350 миллиардов долларов товаров. И еще на 100 миллиардов долларов услуг. Поэтому вот куда уходит валютная выручка. Поэтому, когда вы хотите говорить об увеличении финансирования внутренней экономики, то нужно говорить о потребностях экономики в рублевом кредитовании. И в том числе здесь будет вопрос о цене. Но ваш аргумент о том, что раз мы получаем столько миллиардов долларов, давайте мы ими же и профинансируем, это будет только означать увеличение предложения валюты на рынке, укрепление рубля и завоз еще больше на эти доллары импорта. Вот куда уходит эта валюта. Баланс точно показывает, где эта валюта. Она вся ушла в импорт. Алексей Ильич, все-таки, что нужно изменить? Это ключевой вопрос, коллеги. Я очень прошу вас на этом сосредоточиться. Что нужно изменить в текущей политике? В связи с тем, что темпы роста у нас стремятся к нулю, в связи с тем, что у нас изменилась внешняя ситуация, изменилась макроэкономическая ситуация. Вы сами дали первое слово Глазеву, тем самым у нас уже поставили в положение необходимости вот такой полемики. Но у нас никуда не делся плохой инвестиционный климат. И наши последние позиции в мировых рейтингах по защите прав собственности, по государственному качеству государственного управления, по коррупции, они никуда не делись. У нас давление правоохранительных органов на бизнес. Улучшать инвестиционный климат. Улучшать инвестиционный климат, я начал только часть этого. Конечно, к этой части относится и рост инвестиций в инфраструктуру. Нам раза в три надо нарастить государство. Но тогда меньше и аккуратнее финансировать социальные расходы. Я говорил, что оборонные расходы, а нам заморозят реальные возможности увеличивать финансирование сферы инфраструктуры. Владимир Владимирович, даже Швеция решила построить две подводные лодки и купить три самолета. Вы нам предлагаете заморозить оборонные расходы. Я не предлагаю заморозить оборонные расходы, но я предлагал, чтобы они нарастали не в четыре раза в течение четырех-пяти лет, в четыре раза, а чтобы они нарастали хотя бы в полтора-два раза. Поэтому этот шаг действительно затормозил и отвлек средства от других направлений, в том числе развития инфраструктуры. А желание подождать с повышением пенсионного возраста уже привело к повышению тарифов страховых взносов недавно, в 2010-2011 году. Увеличило дефицит пенсионной системы, и теперь мы из бюджета вместо строительства дорог финансируем на дефицит пенсионной системы. И я вас могу, к сожалению, еще даже добавить к этому, что в ближайшие годы мы вынуждены будем, если не поведение пенсионного возраста, повышать страховые взносы. То есть не мы, а то правительство, которое, по-видимому, будет. Или снова увеличить финансирование из бюджета и уменьшить опять финансирование других программ. Структура бюджета сегодня не соответствует задачам поддержки экономического роста. Таким образом, и институциональное преобразование, и более рациональное использование государственных тех доходов, которые сегодня существуют, могут существенно поднять и простимулировать экономический рост. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok